В компании Норникель мы очень четко придерживаемся определенного цикла грантового конкурса, его этапов, начиная от старта, презентации, проведения тренингов для заявителей, консультирования, двухэтапный отбор заявок. Как этап, когда вошедшие в шот-лист дорабатывают свои заявки в соответствии с рекомендациями эксперта? Каждый этап важен, но самое большое усилие, все же я полагаю, что нужно именно при работе с грантозаявителями, потому что от этого потом зависит и успешность, и беспроблемность, и все прочее. Если говорить о грантовом цикле, то самым сложным этапом лично для меня, как для организатора, является принятие решения, потому что ты понимаешь, сколько вложено труда, и хочется поддержать максимальное количество организаций, но, к сожалению, сама форма конкурса предполагает выбор лучших, и поэтому, конечно, всегда есть огорченные люди в результате. А что важнее, желудок или, я не знаю, или слух? Ну, нормально. Организм либо работает, либо не работает. Нет, без чего-то можно, наверное, жить, и без экспертизы в два этапа, наверное, можно жить, и кто-то, наверное, живет без проверки заявок по формальным критериям. Но я бы сказала, что все этапы конкурсов равнозначно ценны, и, собственно, проведение экспертизы будет влиять, оно будет влиять на все. Самые короткие, наверное, те, которые мы стали проводить сейчас, когда буквально за месяц собираются заявки, проводятся экспертизы и принимается решение, и это действительно очень короткий цикл. Если говорить о самом длинном, ну, наверное, когда от информационной кампании запуска и до подведения итогов, там порядка, ну, может быть, чуть меньше, но года доходит. Вот примерно такой срок. Работа над грантовым конкурсом, наличие разнообразных компетенций. Во-первых, понимание и навыков выстраивания самого конкурса, умение объяснить цели, задачи конкурса, информационное сопровождение обеспечить, разобраться правильно, как лучше донести до своих целевых аудиторий те или иные части, там, той же заявки или процедуры. Грант-менеджер, я думаю, должен обязательно, ну, понятно, управлять процессом, уметь, да, потому что это большое количество организаций, у всех разный уровень развития, у всех разное представление о прекрасном, разная способность писать качественные отчеты. Я думаю, что он должен быть в том числе и таким стратегом, потому что грантовые конкурсы, как ни крути, в том числе способ развивать сектор, да, то есть помогать организациям усваивать проектную культуру, помогать им смотреть, если у соседей технология точно такая же классная, на твою, ну, как бы на твою тему распространяющаяся, да, грантовые менеджеры могут быть как раз вот этим студующим звеном, кто будет помогать транслировать замечательное знание или замечательные решения внутри этих организаций. Навыки финансового планирования и вообще планирования, потому что конкурс обычно это длинная история, вот если, как я сказала, завершается последним там грантом, да, то получается, что надо все это разложить, продумать, сколько времени потребуется на каждый этап, нужны юридические знания, минимальные точно, потому что лучше того, кто работает с конкурсом, не понимает, какие условия должны быть в документах. Если говорить о грантовом координаторе, грантовом администраторе, грантомейкере, это вообще универсальный солдат. Ты должен быть пиар-специалистом, потому что любой проект — это работа с людьми, и это информирование о твоем проекте и оценка, естественно, мониторинг и оценка. Конечно же, стрессоустойчивость, потому что любой конкурс — это работа с негативом, а не с позитивом, потому как в любом нормальном конкурсе отказов больше, чем грантов. Субтитры создавал DimaTorzok